Сегодня у нас в гостях Эдуард Привет Привет Давай не будем просто говорить о том, почему мы здороваемся Вот так просто оставим это за кадром Кто знает, тот знает Да, кто знает, тот поймет Эдуард, обычно я представляю гостей Как ты мог заметить Но в этот раз я попрошу тебя представить Ну, себя Сколько тебе лет, чем ты занимаешься Я могу, если хочешь, тебе представить Но я не хочу Да, давай я Меня зовут Эдик Мне 22 года Я сейчас учусь в университете Что за университет? Экономический университет, Санкт-Петербургский Я учусь на юриста Служу в церкви, в молодежном и медиаслужении Я ребенок, верующих родителей Это круто Расскажи чуть-чуть про медиаслужение Что ты там делаешь, как Ну, я просто сразу тебе запишу Чтобы использовать Хорошо А в медиаслужении я уже с подросткового возраста Когда мне было лет 14, меня пригласили помогать Мне было интересно снимать на камеры И вот с того времени мы занимаемся этим в церкви Занимаюсь в основном видеослужением Видео Это разное? Нет, ну я больше сейчас уже режиссирую трансляции Режиссирую какие-то программы Стараюсь работать с ребятами сейчас молодыми в нашей церкви И просто делаем все необходимое Чтобы медиа в нашей церкви развивалась Много со временем Круто Еще ты сказал, что ты учишься на юриста Да Почему так? Зачем? Мне нравится эта сфера Я в школе любил историю, общество знаний Это те предметы, которые помогают нам Впоследствии хорошо поступать на юрфаке Потому что это те экзамены, которые нужны для этого Поэтому в основном это был именно расчет из того Что я неплохо знал историю с общества знаний И решил пойти на юриста Ну и это очень интересная профессия Она помогает служить обществу А твои родители? Как они вообще? Ну они тебя направляли, чтобы ты пошел на этот путь юриста Или они были против? Нет, в нашей семье достаточно свободный выбор То есть ты можешь идти туда, куда ты хочешь идти учиться Поэтому не было Единственное, мама не очень хотела, чтобы я пошел на историк У меня были мысли пойти на исторический И мама говорит Спасибо, мама Пожалуйста, не иди на историк А сейчас я ее благодарю Спасибо, мама, что я не пошел на историк Спасибо Чуть-чуть давай про твою семью поговорим Да Сколько у вас в семье? Что у вас за семья? Какие традиции? Я готов тебя выслушать полностью вообще Ну как я уже сказал, я из семи верующих родителей Мой папа пастор в церкви Мама координатор женского служения В объединении У нас многодетная семья У меня есть три брата и сестра То есть у вас пять Пять детей, да, на семье Я второй после сестры Какие-то традиции, не знаю Мы просто живем по христианским традициям Нету ничего особенного Молитесь перед едой? Или что-то собираетесь вечером, чтобы почитать? У нас, ну вот из такого у нас есть только что Мы молимся все вместе вечером Да, то есть мы с семьей собираемся И какое-то время проводим в молитве Но Библию мы читаем по планам Кстати, да, все вместе Но не все вместе садимся и читаем У нас в телефонах есть планы И мы один план читаем всей семьей на год У нас есть вот такие, да Что дает для тебя это время, когда вы вместе объединяетесь? Что это за время? Ну, типа ты его любишь, такое себе Или как-то, или наоборот, это место силы? Ну, как? Ну, из-за того, что у нас нету много времени встречаться с семьей И когда у нас есть все-таки возможность помолиться вместе Или просто пообщаться Это, конечно, прекрасное время Когда мы можем просто вдохновляться друг от друга Потому что я очень уважаю и люблю своих родителей Они очень крутые, сильные люди И когда ты имеешь возможность просто пообщаться с ними Это очень круто Как вас воспитывали вообще? Ты второй Да У тебя, получается, после тебя еще три брата Быть старшим братом Вас наказывали или нет Вот все эти подробности просто выливай на меня Ну, наказывать, конечно, наказывали Обязательно надо наказывать детей Наказывали за... Короче, оппозиция Да Почему? Потому что, если не наказывать, будет потом проблема в будущем у этих детей А девочек можно наказывать? А в чем разница? Про какие наказания ты говоришь? Давайте посмотрим Нет, ну да, тут нет Какие именно наказания, это должен определять каждый человек В моей семье стараются не наказывать просто так И никогда не наказывали за плохие оценки В первую очередь... Наказание физическое, правильно? Было Ну, это было до определенного момента Да, если необходимо, совсем уже разошелся Можно и физическое наказание применить, конечно И в первую очередь обман Если обман За обман у нас в семье карают всегда жестко Угу Я просто не совсем даже понял Ты говоришь по большей части не про физическое наказание Конечно, не физическое Можно какие-то санкции применять, популярное слово в современном мире Например? Ну, лишать чего-то Типа, конфет? Ну, конфет, компьютеры, телефоны Сейчас много примеров можно привести, которые можно впоследствии использовать для будущих своих детей То есть, в основном, санкции, да? Санкции, ну, если необходимы, конечно, можно и более жесткие меры Я понял Будучи старшим братом, как... Что ты чувствуешь? Какую-то ответственность, может быть? Или тебе, ну, как бы У тебя братья своей жизнью Ты своей жизнью И еще интересный момент Что у тебя старшая сестра Как это? Как у вас с ней взаимоотношения? Ну, старшая сестра у нас полтора года разница То есть, мы почти ровесники Поэтому у нас прекрасные дружеские отношения Братьям, да, ты правильно подметил Что я имею определенную ответственность перед ними Потому что моя жизнь должна показывать им Как необходимо правильно действовать И это накладывает определенную ответственность Ты должен вести себя с ними правильно Думаю, надо проводить с ними обязательно время Надо общаться Надо, ну, уделять им время А ты думаешь или проводишь? Я стараюсь, особенно Самым младшим Иногда хотя бы пообщаться Или во что-то поиграть Со вторым после меня братом Мы вместе в одном служении Он тоже в медиакоманде Ему сейчас Пусть передай силы в 16 лет Не так просто иногда запомнить все цифры Которые необходимы Я так понял, что поскольку ты из семьи верующих родителей Ты и сам верующий Это не вытекающие, конечно, определения Но я верующий Расскажи вообще про свою веру Во что ты веришь Почему ты... Ну, как бы... Я так понял, что ты пришел к этому сам Правильно? Или все же, как бы... Я считаю, что к этому можно прийти только самому Я не могу представить себе Как можно прийти к вере Через что? То есть должно быть полное осознание того, что ты делаешь Я пришел к вере Крещение принял в 15 лет Вводное крещение Поэтому, вот, наверное, с этого момента могу сказать Что какая-то более уже осознанная духовная жизнь у меня была До этого, понятное дело, были какие-то курсы Которые подводили к этому Что такое духовная жизнь? Это вера в Бога И исполнение его заповедей Делать все, что он считает нужным И не делать того, что он не считает нужным Чуть-чуть давай подробнее про этот момент Как твое взаимодействие и общение с Богом происходит? Что это? Как? Я считаю, что каждый верующий человек Если он называет себя верующим Он должен каждый день приходить в личное общение с Богом То есть это должно быть только ты и только Бог Больше никто не должен мешать этому общению Ты должен вечером или утром, как тебе удобнее А лучше два раза Просто общаться с ним И он будет двигать тебя Ну, понятное дело, церковь и все остальное Как ты получаешь ответы от него? Конечно, да В чем это проявляется? Просто я думаю, знаешь, я часто думаю о зрителях Которые вообще не верующие Которые, ну, как бы, не знают Я даже, да Я тебе скажу, что вот я смотрю Подростки в нашей церкви У нас достаточно много подростков Я вижу, что они не имеют личных отношений с Богом И они не понимают, что такое общаться с Богом У каждого человека, мне кажется, общение с Богом Оно проходит по-своему Конечно Это как бы субго индивидуальный такой вопрос Дух Я могу сказать, что в основном я чувствую духом Когда со мной Господь разговаривает То есть я понимаю, что это сейчас не какие-то мои мысли Не какие-то мои какие-то придумывания Что я себя накручиваю А я уверен в том, что это Бог сейчас проговаривает ко мне Иногда Он со мной говорит так Иногда говорит через Библию Иногда Он может сказать через старших служителей Через пастора Это разные варианты Понимание по твоему призванию у тебя есть? Хороший вопрос Не знаю Не знаю Я думаю, что наше призвание, оно проходит какие-то этапы И эти этапы В зависимости от этапа Ты уже знаешь, что тебе необходимо делать именно в этот этап И какое-то глобальное призвание, которое я хочу достичь И после этого можно смело уйти к Господу На данный момент не могу сказать такого призвания Сейчас я могу сказать, что да Мое призвание служить Служить там, где я сейчас служу И пока Господь говорит мне служить там Я буду служить там Как только Он скажет что-то менять Дальше идти Какие-то новые планы Будем менять Делать то, что Он будет говорить Итак, рубрика «Знание Библии» Как звали сына Авраама и Сары? Иосиф, Давид, Исаак, Измаил Исаак Молодец Это правильный ответ Следующий вопрос Голова напрягается Кого Бог наказал за убийство Авеля? Котор? Ладно В этом ты, конечно же, прав Но Я просто думаю, что у меня будут смотреть подростки Из моего служения Сейчас главное мне позориться Сколько сыновей было у Иакова? Ох, 12 Молодец В этом ты прав Я предлагаю похлопать Эдуард Спасибо тебе Извини, что пришлось прибегнуть к такому действию Ну что, это очень интересно Это приятно проверять себя, насколько ты знаешь Расскажите чуть-чуть про церковь Что это за место? Почему ты туда ходишь? Что тебя там цепляет? Я могу сказать, что я очень люблю свою церковь Церковь Новый Завет Церковь, где каждая часть семьи Это очень важный слоган на самом деле Потому что каждый человек, который приходит туда Он должен ощутить себя, как будто он находится Внутри уже своей семьи, как только он туда зашел И это важно в том плане, что могу сказать Вот у меня бывают времена, когда сессии в университете Или что-то, когда мне не получается быть часто в церкви Ну не то, что я имею в виду, я в любом случае в воскресенье Но не бывает у нас посреди недели Или не могу прийти туда И в этот момент я начинаю чувствовать опустошение То есть я устаю, мне не хватает общения со своими братьями и сестрами по духу И вот я думаю, главная функция церкви заключается в том Что мы питаемся духом божьим от наших братьев и сестер Наполняемся этим Ну и, конечно же, получаем все необходимое именно в церкви То есть ты приходишь, ты заряжаешься, заправляешься и идешь дальше Да, по факту это так Это очень важно Даже есть такое место, что ты благословляешься от того, что общаясь друг с другом Ты благословляешься от этого очень больше Да Какой бы ты совет мог, может быть, дать людям, которые ходят в церковь Но не чувствуют вот такого вот наполнения Во-первых, первое, надо посмотреть на внутреннюю свою жизнь Зависеть ли, виноват ли ты в этом И если ты духовно чувствуешь, что ты что-то делаешь неправильно Может быть, из-за этого ты не чувствуешь наполнения в церкви Может, ты отвергаешь людей, которые вокруг тебя Может, ты не даешь кому-то сказать что-то в твою жизнь А второе, иногда церковь не подходит Иногда надо поменять церковь, возможно От культуры очень много зависит Надо подбирать церковь И в нашем городе, например, есть возможность Подбирать церковь под свою культуру, что тебе нравится И какие люди тебе нравятся На самом деле в этом нет ничего плохого Ты не придерживаешься того, чтобы измениться ради церкви А лучше, ну как бы По-разному Это зависит от индивидуально Очень индивидуальный случай должен быть Иногда надо измениться под церковь Если ты чувствуешь, что Бог тебя призывает служить в этой церкви И есть какое-то призвание А иногда, если ты понимаешь, что нет призвания в этой церкви И ты совершенно не чувствуешь себя в этой церкви И частью этой церкви Поменяй церковь Ну, говорите об этом с пастерами Люди, разговаривайте с пастерами обязательно Со своими И с которыми вы потом пойдете Чтобы это все было духовно правильно Один совет, который Вот если бы просто человек какой-то одну секунду жизни с тобой провел Прежде чем он, не знаю, просто уйдет Не увидит тебя никогда Что это был бы за совет? Хорошо, ты мне молодец Загрузил сейчас этим вопросом Если бы я один раз встретился с человеком Я не знал бы кто он Да, это сейчас наш зритель Потому что, может быть, кто-то переключает каналы И тут ты Надо его привлечь внимание Эй! Обрати внимание Сейчас! Важно! Если ты этот человек То просто тебе надо сегодня вечером Когда ты смотришь это видео Остаться наедине И просто поговорить с Богом Супер Дорогой друг Если ты сейчас посмотрел эту программу Или просто посмотрел этот момент Просто как посоветовал тебе Эдуард Останься с Богом и наедине Просто задай вопрос, который ты давно хотел Я уверен, что Господь ответит тебе И он отвечает Потому что он так действует и работает Эдуард, спасибо тебе Тебе спасибо Мне понравилось с тобой общаться Пожмем руки все-таки Мы с Эдуардом знакомы давно Но сегодня наша дружба Стала еще крепче Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok